Води Сейвгейм У нас есть главный герой, который прибывает в чужой город, так как его дядя, который владел шахтой, умер. И теперь наш герой является владельцем этой шахты. Я, конечно, всё понимаю, роботы, но... Послушайте, какой голос у главного героя. Как будто он изображает непонятный дабстеп. Да-да, и вот так вот всю игру. Это как раз тот момент, когда мы находим дядю в самом начале игры. Таким образом, сперев кирку у робота такого же, который непонятно от чего умер, мы бежим управлять шахтой. Замечательно! Основной задачей игры является добывать минералы и сдавать их в магазин на поверхности. А в соседнем магазине мы можем закупать фонари, динамит, необходимое оборудование, броню и всё, что нам нужно для работы. Всего магазинов будет три, и открываться они будут по степени того, как мы будем проходить игру. Всего в игре также три мира. В них встречается несколько видов живности. Трёхглазые личинки, бомжи с динамитом, большие бомжи с бутылками, металлические черепахи с красными глазами, бегающие в их камеры, которые взрываются, и, конечно, металлические оранжевые члены. А теперь вопрос к разработчикам. Что вы употребляли? Иногда можно встретиться с очень интеллектуальным соперником. Да, детка, да. Убей меня, да. Не знаю, очень странно сделан искусственный интеллект. Иногда они убивают просто с одного удара, а иногда вот такая вот херня. Самое главное, что я и убью её собой, тем, что как бы буду по ней скользить. Всё. Также всегда можно встретить потерянного бомжа. Очень тяжёлая схватка. Просто не знаю, как же мне выжить. Но и он сдаёшь. А момент набирания воды в игре похож на пердёж под водой, а не набирание воды. А вот один из апгрейдов, который вы можете видеть, это стреляющий кулак. Достаточно полезная вещь, но не всегда при неё помнишь. Так же, как и про следующую. Это бур. Но для него всегда нужна вода, так же, как и для кулака. Так же в игре вам может встретиться урма всего интересного. Бочки с ТНТ, кислота и многое другое. Не-не, не та кислота, не думайте. Так же могу сказать про грамотно сделанное меню. Если нажать кнопку Escape, вы можете увидеть управление, если забыли. Но если в общем, то одна из немногих красочных и добрых игр, которая мне понравилась за последние, наверное, 4 года. Обязательно скачайте её, купите. В принципе, вы можете её даже купить и поиграть. Всем большое спасибо за просмотр. Поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и пока!